Китайская гамма бренда Volkswagen примечательна не только бесчисленным количеством разномастных кроссоверов. Лишь на этом рынке продается самый большой и престижный седан Volkswagen Fideon длиной 5074 мм, сделанный на платформе MLB с продольным расположением двигателя. Технически это ближайший родственник Audi A6, а по статусу он фактически стал локальным наследником модели Phyton. Спустя 4 года после дебюта Fideon пережил плановый рестайлинг. Причем совсем скромный. Дело в том, что даже на всей одном китайском рынке Fideon провалился. Например, в 2019 году было продано лишь 14 тысяч машин, родственный седан Audi A6 расходится здесь таким тиражом за месяц. Поэтому обошлось без серьезных вложений в модернизацию. Скажем, ни виртуальных приборов, ни сенсорного блока климат-контроля, которые сейчас появляются на свежих моделях Volkswagen, флагману не досталось. Среди обновок, бамперы, решетка радиатора, светодиодные фары и задние фонари. Причем новый обвес выглядит так, будто Fideon примерил, спортивный пакет Airline. Среди опций теперь есть контурная подсветка эмблемы на носу. Изменений в интерьере еще меньше, разве что новая медиа-система с увеличенным экраном, которая окончательно лишилась аппаратных кнопок и рукояток. Плюс у основания центральной консоли оборудована беспроводная зарядка для смартфонов. Fideon и прежде имел богатый набор опций, включая вентиляцию и массажер в задних сидениях, а теперь появился мини-холодильник, оборудованный за центральной секцией задней спинки. В арсенале остался единственный силовой агрегат, это турбо-четверка 2, 0TSI, 224 силы, с семиступенчатым, роботом, DSG и передним приводом. Модификацию с двигателем V6 исключили еще в начале года после вступления в силу новых ЭКО-норм, а от гибрида GT и отказались еще раньше из-за низкого спроса. Обновленные седаны Volkswagen Fideon появятся у китайских дилеров уже в октябре по цене от 50 тысяч долларов.